Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова, и мы сегодня с вами, как всегда, будем болтать и размышлять. Сегодня я хочу поговорить с вами на такую животрепещущую тему, которую я обозначила как самообман или терпение. Вот как понять на самом деле, как обстоят дела? Вот смотрите, мы очень часто задумываем какой-то проект в своей жизни, чего-то хотим, ставим перед собой какую-то цель. И, например, долго начинаем к ней идти. Нам хочется несколько раз сорваться, но мы говорим, не, ну, я уже знаю, что для того, чтобы достичь цели, мне нужно быть упорным, а вот у нас не получается, не получается, не получается. И периодически мы встаем между вот этим выбором. Что делать? Продолжать долбасить эти двери, быть настойчивым для того, чтобы, ну, как бы терпение, да, свое проявить. Говорят же, что для того, чтобы достичь цели, ты должен быть настойчив. Или это уже идет некий самообман, и нам бы уже давно нужно от этого отвертеться. Но мы очень часто говорим, вот знаете, как люди впадают еще в такую историю, когда не получается, у человека теряется мотивация, но он продолжает это делать. Это бывает так вот на работе, когда человек говорит, не, ну, типа, я это делаю, потому что я строю карьеру, например, да, очень долго. Или там вы что-то делаете, живете в отношениях вот каких-то, и вы думаете, ну, нет, я там буду находиться в этих отношениях, вот, я проявляю терпение, я, типа, проявляю вот какие-то свои качества. Но, в общем, по факту вы понимаете, что вы себе врете. Потому что в отношениях, возможно, что часто бывает, вам просто лень, лень поискать новые отношения, лень понимать, что надо это разорвать на самом деле, и что бессмысленно как бы это все тянуть, потому что вообще ничего хорошего в ваших отношениях нет. Но, вот знаете, люди так привыкают, и как бы нормально. И так происходит в целях, когда вы, например, решили делать какой-то проект, вам показалось, что вы там можете денег заработать, а потом вы этим занимаетесь, и вы понимаете, что это не ваше, что это был, ну, такой банальный самообман, что в тот момент, когда вы видели там перспективу, вы рассказали в себе и смотивировали себя для того, чтобы к этому прийти. Возможно, вас даже отговаривали, но вы были таким, знаете, как часто у нас бывает, таким упёртым человеком, там, нет, я буду это делать. А потом стыдно признать, стыдно дать заднюю. Вот я очень хорошо помню свой личный момент, когда я первый раз, ко мне пришла идея в голову запустить сервис аренды детских платьев. Вот, был такой мой бизнес-проект, ну, как бизнес-проект, то есть я выделила деньги из другого бизнеса для того, чтобы открыть шоу-рум, закупить платье и запустить этот проект, потому что я была беременна, я была очень воодушевлена. То есть, когда я его запустила, потратила на это, там, порядка 20 тысяч долларов, это было такое, ну, это небольшая сумма денег была и тогда для меня, и, как бы, для стадии запуска бизнеса, и я вдруг поняла, что, знаете, он мне не нравится, ну, мне неинтересно им заниматься. Но есть же другая история, есть мнение других людей, которые ждут, они ждут, что, как ты можешь закрыться, нас же чаще всего с вами что останавливает, что скажут другие люди, ты сейчас закроешься, они скажут, что ты неуспешен. И ты для того, чтобы другие люди о тебе такого не сказали, начинаешь ерзаться. И вот иногда, бывает, тебя это спасает, потому что ты так сильно хотел произвести на кого-то впечатление, что в результате у тебя не осталось выбора, и ты победил. А бывает, что, наоборот, нас это не спасает, потому что мы, по факту, не хотим этого, но, типа, нам, вот, знаете, не можем бросить, потому что что же скажут другие люди, и от этого страдаем. Так вот, где вот эта грань? Я всё время задаю себе этот вопрос. Где понять, что не надо этим заниматься, что нужно отпустить это и идти дальше? Как в отношениях, которые не надо спасать, потому что ты лишаешь себя шанса иметь нормальные отношения? Как бизнес-проекта, который тебе не интересен, отпусти его, дай себе возможность где-то в другом развиться? У нас были с Сергеем такие проекты, где мы теряли весьма приличные суммы денег. И вот, например, наш цветочный бизнес, который мы затевали с одной целью, а в итоге мы поняли, что мы просто не хотим столько работать для того, чтобы получить те результаты, которые нам нужны, потому что нам этот бизнес-то так сильно не нравится. И мы можем найти то, где мы получаем гораздо больше удовольствия для того, чтобы заработать эти деньги. Но мы расстались с серьёзной суммой денег, этот опыт нам серьёзных денег стоил. Но мы это сделали, потому что мы не хотели себе врать, мы не хотели дальше вот в это идти, вламываться. Знаете, у меня даже есть такой очень простой пример. Мы когда-то взяли кота. У нас живёт британец, и мы захотели себе почему-то ещё одного кота. Вот что-то у нас случилось такое. И мы взяли лысую кошку. Нам очень сильно хотелось почему-то лысую кошку. Вот я не знаю почему. Мы заплатили 500 евро за котёнка. Мы пошли на выставку, нашли классного кота, кошку. Вот, она нам очень понравилась. Всё, мы её принесли домой, и вот она у нас была несколько недель. И за эти несколько недель она везде воняла, она везде оставляла страшные следы. У неё страшно воняли её фекалии, настолько, что это было отвратительно. Она вымазывалась лапами в эти фекалии и опачкила нам всю квартиру. И мы делали вид, что ну как, это же ребёнок, мы же не можем его отдать, вернуть обратно. Но это же мы привыкнем к этому. И вот недели две, наверное, с Сергеем мы страдали, пока мы не сели, друг на друга не посмотрели. Я ему сказала, Серёжа, я её или убью случайно, вот, зажарю где-нибудь в духовке, либо мы её отвезём. И мы в один момент буквально отвезли эту кошку, выдохнули с облегчением, вернули её хозяйке, не взяли обратно денег. Вот, нам стало легче. И вот знаете, вот иногда, очень важно, не иногда, всегда, нужно прислушиваться к своей интуиции. Вот такой, знаете, не слабости, не слабости, а интуиции. Вот такой, по-чесноку. Когда вы честно можете задать себе вопрос, а может быть, это не моё, а может быть, мне не надо этим заниматься, а может быть, я сейчас себя уговариваю это сделать, а я должен делать что-то другое. У меня очень хороший есть пример, связанный с моим университетом. Когда я заканчивала 11 класс, я пошла на подготовительные курсы за компанию со своей подругой, в какой-то международный вуз, я уже не помню в какой. И моя мама платила 1000 долларов, это были баснословные для нас деньги, за год, для того, чтобы я была на этих курсах там. Я жила у своей подруги, потому что я не успевала ездить там со школы, ну, в общем. Это были очень сильные страдания, и вот когда мне уже, я поступила, я вдруг поняла, что я не хочу там учиться 5 лет, я сойду с ума, то есть я ненавижу все предметы, которые там есть. Меня просто, знаете, вот так буквально начало чесать. И вдруг я задала себе, конечно же, вопрос, куда я хочу. И оказалось, что я хочу пойти в университет, который все высмеивают. Это был университет культур тогда, да и сейчас. И все высмеивали его, что вот, там такой смешной ректор, что вот вообще, что за профессия, как может быть профессия ведущая телевидения, или там кто-то там еще, но какие-то были смешные по человеческим нормам профессии. А я понимала, что я туда хочу. И вот, знаете, внутри меня боролся вот этот маленький человек испуганный, которому было 17 лет. Тут мама, потраченные деньги, все это так тяжело и сложно, что тяжело досталось. И мне, по идее, надо туда идти, потому что ну как? Ну я же сознательный человек, там у меня может что-то получиться. А тут университет культуры, с которого все смеются вокруг, который несерьезный для такой умной девочки, как я, которая закончила школу отличницей. И вы знаете, я все-таки нашла в себе смелость, и спасибо моей маме за то, что она меня поддержала, и сделала выбор в пользу себя. То есть я просто послушала свою интуицию и поняла, что ну что мне делать, если я туда хочу? Это из серии. Что мне делать, если я его люблю? Что мне делать? Не всегда разум, он нас ведет правильно. А иногда нам нужно совершать эти ошибки, получать, приобретать этот опыт, но слушать свою интуицию. И я ни капельки не жалею вообще ни в одном своем решении, которое я приняла именно благодаря тому, что я пошла не на упорство, а пошла на свою интуицию. Поэтому всякий раз, когда вы задаете себе вопрос, нужно ли дотерпеть, спросите себя, это моя слабость и мой страх, говорят, и тогда, возможно, мне нужно остановиться, и нужно подумать еще раз хорошенько, не рубить с плеча, не делать каких-то таких эмоциональных поступков. Или же я реально интуитивно чувствую, что это не мое, я не хочу, я не хочу себя заставлять, я не хочу себя уговаривать, я больше не могу себя мучать, я не хочу. Тогда надо просто брать и решать это, решать эту ситуацию, какой бы она ни была. Связана она с уходом, связана она с изменением профессии, связана с чем бы то ни было. Делайте всегда так, чтобы внутри вы себя ощущали хорошо. Страх, он будет всегда. Это нормально. Страх – это наш друг, это наш помощник. А вот здесь очень важно все-таки прислушиваться к себе. Поэтому не всегда нужно терпеть, но иногда надо, и важно не ошибиться. Мне очень интересно узнать ваше видение на эту ситуацию. Возможно, у вас есть какие-то конкретные вопросы. Я буду рада с вами обсудить. Я, как всегда, очень признательна вам за то, что вы меня смотрите. Мне очень приятно читать всегда любые ваши комментарии. И я благодарна вам за то, что вы ставите мне этот пальчик, что мои видео лучше показываются, потому что я стараюсь и хочу, чтобы мои мысли слышало как можно больше человек. Возможно, тогда у нас будут появляться какие-то классные диалоги, в принципе, и в жизни, чего бы мне очень хотелось. Всем хорошего дня!